МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Культурный разговор» и я, ее ведущий Александр Лычагин. Интриги, скандалы, расследования предлагаю оставить в стороне и поговорить культурно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 июня петрозаводчане отметили 217-й день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Впрочем, не только петрозаводчане, 50 студентов из Польши, Сербии, Кореи, Бразилии, Эквадора приехали в карельскую столицу на фестиваль русского языка. Строки незабвенной классики Золотого века звучали на студенческом бульваре. Пушкина читали на русском, правда, с самыми разнообразными акцентами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Еще древнишь, друг, приветствуй! Пора к насамиться! Проснись!» Я изучаю русский язык два года. Я начала увлекаться русским языком, потому что мне очень интересно, как выглядит культура России. Вообще я хочу общаться с иностранцами, особенно с русскими. Русский язык очень мелодичный, да? И он звучит, как будто кто-то пел. К сожалению, дождливая погода не позволила студентам прочесть стихи непосредственно перед памятником Пушкину. Под куполом национальной библиотеки участники фестиваля разыграли сказку о царе Салтане. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги святя и сестра с криком ловят комаря. Здравствуй, красная женица. Говорит он, будучи царя и ради богатыря. На карте отечественного пушкиноведения Карелии нет, что весьма досадно. Сопричастность к творчеству великого поэта жителям республики наверняка хотелось бы ощущать. А может быть, не все так плохо, и петрозаводская тропинка к Пушкину все же существует. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях известный Петрозаводский краевед, журналист, писатель, автор учебников по истории Карелии Николай Кутьков. Николай Петрович, здравствуйте. В списке пушкинских мест Карелия, к сожалению, не значится. Ну, мне кажется, во-первых, потому, что в наших краях Александр Сергеевич никогда не бывал. Однако предпосылки посещения поэтам Петрозаводска, если я не ошибаюсь, были. Да, дальше северных окраин Петербурга он на север не ездил. Но зато в 1812 году весь лицей и преподаватели, и учащихся должны были отвезти в Петрозаводск. И уже был готов транспорт, их на кораблях должны были везти. И лицеистам были пошиты тулупчики, время уже было такое, поздняя осень, холодная. Но в самый последний момент, когда уже все было готово, уже все приготовленные корабли были, приготовлено все оборудование для жизни здесь. Но военные власти решили, что Наполеон на Петербург не двинется, и поэтому эвакуацию отменили. Я знаю, что уже успели привезти в Петрозаводск часть студентов Академии художеств. Академия художеств, пединститут, преподаватели и студенты, они здесь всю зиму гостили, и очень были довольны приемом и вообще жизнью Петрозаводской. Но вот Пушкин, к сожалению, или к счастью, не оказался у нас. Мог бы написать что-нибудь в нашей жизни. Мне кажется, обязательно бы написал. И вот эта особенность, то, что Наполеон часть своей армии не двинул на север, привела к тому, что все это в последний момент отменили, и мы имеем то, что имеем. Но, тем не менее, север у Пушкина в сочинениях, в творчестве постоянно фигурировал. И люди с севера тоже его интересовали. Ну, известно, что он дружил и переписывался с Федором Глинкой. Который здесь у нас был в ссылке. Да-да, в ссылке. И знал, естественно, что такое Петрозаводск. А когда познакомился с молодым Полторацким, с Александром Александровичем, то, естественно, человек интересный был во всех отношениях. И Пушкин, я думаю, очень заинтересовался его биографией, его судьбой. Ну, и узнал, что тот проводил детство и юность провел в Петрозаводске. Как его тогда горные инженеры называли Петрозаводск на Онега. Потому что Петровский завод был еще в Сибири, на Байкале. Туда, кстати, сослали декабристов в свое время, после подавления восстания. И таким образом Петрозаводск как-то постоянно фигурировал в его жизни. С Полторацким он сблизился достаточно тесно. Ну, и вот, когда пришла пора написать такое большое произведение, роман в стихах, он, естественно, одним из главных героев сделал этого человека. А вот если немножко подробнее об Александре Полторацком, он внук... Он внук Гаскоина. Да, то есть на какую-то часть он шотландец, как и Байрон. Вот эта, кстати, особенность тоже, видимо, была немаловажной для того времени, поскольку байронизм был в моде. Ну, а молодой Полторацкий, красавец, гвардейский офицер, рост, стать, выправка. Ну, кроме того, он был сыном генерала, офицер самого престижного Семеновского полка. Это тоже играло очень большую роль. И, естественно, успех у женщин, естественно, такая довольно достаточно свободная и обеспеченная жизнь. Вот все это формировало образ такого человека, довольного жизнью, даже, я бы сказал, присыщенного. И при отсутствии каких-то важных для поэта, для творческого человека талантов... Ну, вот в Онегине же написано, что Ямба от Харея он не отличал. Единственное, что его занимало, это, ну, допустим, учение Адама Смита экономическое. И, кстати сказать, в жизни Полторацкого это замечательно подтвердилось. Он со временем, вот бывший гвардейский офицер, аристократ, он стал заводчиком. У отца были суконные фабрики, и он продолжил это дело. В конце жизни он счастливо женился на Екатерине Бакуниной. В которой, кстати, Пушкин, как и все гимназисты, был влюблен. Да, 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 это была первая любовь, первая любовь всех лицеистов. И Пушкин писал, что я был счастлив там целых пять минут, когда видел там милую Бакунину. Ну, в таком возрасте, конечно, влюбленность, влюбчивость, это очень характерно для молодежи. Но все-таки Онегин, не сказать, что это персонаж такой положительный, все-таки Пушкин, как мне показалось, свел какие-то счеты с представителями. Это очень интересное слово. Этим словом постоянно оперирует известный литератор и литературовед Дмитрий Быков. Вот я очень уважаю его мнение. И когда я прослушал его лекции об Онегине, то убедился, что вот его мнение полностью совпадает с моей трактовкой. То есть Онегин никакой не лишний человек. Это элементарный, ординарный, ординарная довольно личность. Он не имеет никаких талантов за душой, но имеет спесь. Это то, что особенно Пушкин не принимал в людях. Взгляд с высока презрения к любому человеку, который там ниже его рангом. Я так думал, что Пушкин испытал это на себе. Естественно, и не один раз. И не от одного Полторацкого. Здесь фигурировали такие личности, как Александр Раевский. Вот Быков, он больше соотносит образ Онегина с Александром Раевским. Но подобное поведение было характерно и для Полторацкого. Это взгляд на человека, презрение. Ну, кто такой Пушкин, если взять в 1819 году, когда они познакомились. Это молодой начинающий поэт. Без больших связей в обществе. Тогда это особенно ценилось. Дядя там, генерал, губернатор. Это высшая аттестация. Дед один из богатейших людей России. А Пушкин небогат. Ну, хорошо, у него там предки, несколько коленных. Но за это тогда, как говорится, не платили. Он был небогат, незнательный, некрасив. Маленького роста. То есть, женщины, как говорится, на него мало обращали внимания. Вот когда он пытался ухаживать за Керой во время знакомства в феврале 1819 года, она на него не обращала внимания. Этим его очень обидело. И когда закончился вечер, она уехала со своим двородным братом Александром Полторацким. Я читал, что у них какие-то были романтические отношения. Да, да, безусловно. Тогда на это как-то смотрели несколько иначе, чем мы сейчас. И кузины-кузины крутили романы, что называется, без всяких ограничений со стороны высшего общества. Ну, как говорится, узок круг. Иметь какие-то романические отношения с Купчихой тогда считалось в высшей степени неприличным. Вот таким образом взгляд Быкова на Онегина примерно такой. Это человек, с которым Пушкин свел счеты в своем романе. Человеком, который обладал вот этими неприемлемыми для него качествами, с песью, презрением, ты можешь спорить с человеком, можешь с ним не соглашаться, но не презирай его, заведомо не ставь его на нижнюю ступень, и поэтому его мнение можешь пренебрегать. Вот это Пушкин просто ненавидел в людях, и Онегин как раз из этой плеяды. Николай Петрович, а если по тексту, Онегин, добрый мой приятель, родился на Брегах Невы. Совершенно верно. Как же Петрозаводск? Петрозаводск. Дело все в том, что полторацкий младший Александр Александрович действительно родился в Петербурге. Жили они здесь, а у его деда, у Чарльза Гаскайна, был дом в Петербурге. Большой дом, где он, его семья, куда его семья часто наезжала, где родился у дочери Гаскайна, у мэри, вот этот самый Александр, будущий прототип Онегина. Вот. И рядом с этим домом была Англиканская церковь, куда Гаскайн часто приезжал на службы. Вот. Так что ничего удивительного в том, что Катюн появился не в Петрозаводске, хотя вся семья жила здесь, вот на углу нынешнего проспекта Карла Маркса и улицы Андропова. Вот. Их домик стоял, бывший державинский домик. Они занимали этот дом, как говорится, по праву ближайшего помощника Гаскайна. Вот. Так что родился он в Петербурге и крещён в соборе Никола Морского. Всё правильно. Это, кстати, с самого начала, когда вот я начал только работать над темой, мне было неизвестно, но я предполагал, что вполне такое может быть. Или в Петрозаводске, что маловероятно, или в Петербурге. Вот раз у них такое родство было тесное, и Гаскайн, видимо, свою дочку очень любил, и рожать её отправил в Петербург, где было хорошее обслуживание, повивальные бабки и так далее. А какие ещё вот именно текстовые намёки есть в тексте Евгения Онегина, которые указывают нам? Так фамилия Онегин. Вот фамилия. Вот это самое главное, это самое первое, что пришло мне в голову, когда я стал соотносить вот этот образ с Онегинским. Должно же быть какое-то объяснение, почему он его назвал Онегином. Всё-таки Онега – это достаточно небольшая река. Да, 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 да. А Онега в ту пору, его называли не Онежским озером, а в основном Онега. Вот посмотрите, все старости. Сейчас буквой «А» называли, я вот ввезел карту, где… Да, иногда так, но это ошибка. Так правильно, конечно, Онего. Вот, и на всех старых картах Онежское озеро, как Онега, Ну, а человек, живущий на берегу этого озера, конечно, мог получить фамилию Онегин. Николай Петрович, в завершении нашего разговора хотелось бы сказать одно, что даже если вот эти многочисленные сходства между Александром Полторацким и Евгением Онегиным случайны, то всё равно житель республики меньше любить творчество. Поэта от этого не стало. Да, да, я думаю, что все вот эти моменты, которых я писал уже в своей книжке, они… их трудно отнести к случайным. Вот, ну, хорошо, одно-два совпадения. Нет, ну, столько совпадений уже. Да, столько совпадений. Маловероятно. Это уже, да, система. Такое нагромождение. Это уже тенденция. И поэтому моё убеждение, я продолжаю всё-таки над темой работать, и всё более и более находятся какие-то факты, подтверждающие отношение Полторацкого к образу Онегина. Я в это верю. И хочу, чтобы и петрозаводчане тоже поверили в это, наконец. Николай Петрович, спасибо вам за познавательную беседу. Всего вам доброго. Спасибо, рад был встрече. А вас, уважаемые телезрители, ещё ждут новости культуры. Не переключайтесь. Рано утром на рассвете умываются мышата, и гадята, и гудята. Театр «Кукол» подарил юным петрозаводчанам премьеру спектакль «Мой да дыр» молодого петербургского режиссёра Людмилы Фёдоровой. Хрестоматийную сказку Корнея Чуковского артисты театра рассказали по-новому в формате научно-экспериментального шоу. Действие спектакля разворачивается в вымышленной лаборатории чистоты. Профессор со своими лаборантами серьёзно взялись за перевоспитание мальчика-грызунья. Я бы сказала, что это синтез, это всё-таки соединение современности с классикой. Я бы не сказала, что мы выворачиваем автора наизнанку. Наверное, всё-таки ему не придётся переворачиваться. В спектакле задействовано 10 планшетных кукол и более 60 объектов реквизита с механикой. Над их изготовлением работники театральных мастерских трудились 3,5 месяца. По словам артистов, привыкнуть к такому многообразию было непросто. В Карелии прошли дни в ГИКа. В Петрозаводск приехали студенты и преподаватели Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова. В том числе народный артист России Александр Михайлов, исполнивший главную роль в культовом отечественном фильме «Любовь и голуби». По словам Мэтра, эту работу он считает важной вехой своей актёрской биографии, даже несмотря на то, что фильм был серьёзно порезан цензурой, в том числе благодаря Горбачёвской антиалкогольной компании. Масса интересных сцен пришлось пожертвовать. Я знаю, что сегодня мы бы имели счастье видеть двухсерийную, менее двухсерийную картину, не менее смешную, не менее интересную, очень какими-то деталями хорошими. Но, к сожалению, вот так случилось. Этим летом в республике пройдут пленеры студентов художественного отделения в ГИКа, а также международная летняя киношкола, участники которой попробуют снять самое настоящее кино о Карелии. Нарядная рубаха да красный сарафан – таков традиционный праздничный дресс-код крестьянской девушки образца XIX века. С летописью народного женского костюма познакомили петрозаводчан, сотрудники Национального музея. Посетители выставки – девицы, кручёные, прялицы, точёные – узнали немало интересных фактов о быте и культуре народов Русского Севера – карелов, поморов и вепсов. Разумеется, на примере женского костюма. Костюм, как известно, наряду с языком, архитектурой, способами украшения предметов быта является очень важным этническим маркером. То есть показать это через костюм – это задача нашей выставки, но мы привлекаем и другие способы. Мы показываем орнаменты на вышивке, прялки, способы украшения предметов. На новой выставке представлены преимущественно наряды XIX века, а также несколько раритетных предметов женского гардероба из самой первой коллекции музея. Например, красный сарафан-матурник, который носили зажиточные архангельские крестьянки ещё в XVIII столетии. Кинерма официально признана самой красивой деревней страны. Этим титулом могут похвастаться всего три российских поселения – Ярославское село Вятское, Архангельская деревня Погост и наша Карельская Кинерма. В топе она оказалась благодаря своей уникальной деревянной архитектуре. В Кинерме 16 домов, все они считаются жилыми, однако постоянные жители есть лишь в двух из них. В самом старом доме, которому уже более двухсот лет, живёт дядя Ваня, последний из старожилов. Мать рассказала, на сарае родила, соломы населила, половик, 83 года, 4 месяца, как я тут живу. Тут родился, тут живу. Дядя Ваня рассказывает, что раньше деревня была шумной и многолюдной, но после лихих девяностых здесь осталось всего пять человек. Уже скоро в Петрозаводске состоится творческий вечер известного российского композитора Максима Дунаевского. Организаторы концерта обещают самый настоящий фейерверк знаменитых песен из кинофильмов и мюзиклов. Максим Дунаевский – автор музыки к более чем 30 фильмам. Среди них «Ах, водевиль, водевиль», «Карнавал», «Мушкетёры», «Мэри Поппинс», «До свидания» и многие другие. Его песни «Ветер перемен», «Городские цветы» и «Позвони мне, позвони» популярны и сегодня. Концерт состоится 21 июня в Музыкальном театре Карелии. Наш культурный разговор на сегодня окончен. Увидимся ровно через две недели. До новых встреч.